Мне кажется, угла в районах общения кабинета не нужны. Отправление должно осуществляться больше с земли. То есть, видеть проблемы города глазами наших жителей, себя. От этого надо ходить, ездить, в пробках стоять, видеть, что происходит на наших двоевых пространствах, в общественных пространствах. Больше дать полномочий районным администрациям. Я, конечно, несу конечную ответственность за все решения, но я буду требовать все-таки от ключевых управленцев, чтобы они могли принимать полноценное решение. Это очень важно. Не надо бегать за каждым решением. Извините меня, я заходил в туалет, а можно, скажу, и прибежал к лове, спрашивает. Не надо абсолютно, надо создать такие условия, чтобы решения принимались осознанно человеком, который наделен этими полномочиями. И он отвечал за этот результат. Тогда у него будет замкнутый цикл, у него не будет короткого замыкания. Но вот этот маховичок будет крутиться. Решение, результат, решение, результат. Мы должны поддерживать инициативу. Мы должны вкладываться в эти инициативы. Я сказал, что недаром мы будем рассматривать модели консолидации наших усилий, так материальных, то, что есть у города, так и финансовых, и то, что есть у бизнеса, управляющих компаний, предприятий. Нам надо всем вкладываться. Будет определенный метод кнута и пряника. Я сразу хочу об этом заявить. Инициативы, действенные инициативы, они на сегодняшний день есть. Они должны подчеркиваться, поощряться. И мы должны также создать такую среду общественного порицания. То есть тех, кто просто-напросто где-то и наплевательски относится к вопросам жизненного нашего пространственного города. Где-то вот мусор я смотрю, валяется. Понимаете, такой вот внешний облик города. Смотрю вправо, там какие-то бордюры валяются. Влево грязь какая-то. Прямо смотрю, вот вечно на треугольниках эти все грязевые пятна. Ну вот с этим надо хотя бы элементарно. Но мы, если, извините меня, полы в доме не помоем, ну дальше что мы, как мы подвинемся к тому, что нам надо дальше сделать будет ремонт, капитальный ремонт, там обои поменять и так далее. Очень мало бизнесмена задумываются о том, что они могут свой бизнес передать по наследству. Ну это же вообще катастрофа. Как можно работать, если ты понимаешь, что у тебя этот бизнес конечный. такого не может быть. А вот эта задача как раз власти дать те посылы, создать такие нормы, создать такие методы поддержки, когда бы бизнес понимал четкие вот эти правила игры, что у него бизнес в этом городе серьезно и надолго. Вот у нас времени теперь уже очень мало на ремонтную компанию 2018 года. Я напомню, миллиард семьсот из бюджета, опять же, по программе пока безопасной и качественной дороги предусмотрено на бюджет города Красноярска. Сумма аналогичная и очень емкая. Поэтому нам надо вот уже по сути там со следующей недели садиться, рассматривать технологически все проекты, которые есть. Здесь две будет базовых вещи. Все равно и на февраль мы должны уже выйти с конкурсами для того, чтобы к маю месяца технологически приступать к ремонтным объектам. И второй момент. Я вижу, что должно быть более более серьезное ужесточение требований к конкурсной документации и техническим требованиям, которые выставляются на процедуру торгов. То есть это требования должны быть такие, которые выполнят только гарантированно настоящие профессионалы. немного так о себе. С точки зрения хобби, да, сказали. Ну, хобби, так как я все-таки технар и в большей степени такой транспортник, конечно, хобби у меня в большей степени связано с транспортными средствами. Я люблю ездить на квадроцикла, на любых технических средствах. хобби авиации она у меня присуща. У меня есть коллекция самолетов в кабинете, если кто хочет посмотреть, ее кто-то видел, наверное. Модель, 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 конечно, самолет. что касается литературы, я, конечно, не такой, художественной литературе достаточно немного, на самом деле, уведяю внимание. Больше все-таки это связано с вопросами больше технической литературы у меня в прошлом году как-то по-новому вдохновило. Я объехал буквально за полтора месяца практически весь край, наверное, весь, так, тысяч 20 километров искоресил. И вот это что-то навеяло, у меня книга моя теперь любимая, которую я сам сделал, «Ты, Музова, великий край». Ну, как-нибудь, может быть, потом посмотрим, на суд, на ваш суд ее предоставлю. Ну, любимое блюдо, это, конечно же, все-таки классические, классические наши русские кухни. Это щи, борщ и пельмени очень сильные в рублеву. Себя сдерживаю всячески, но не могу зачастую отказаться от этих вкусовых и шик.